Всем привет! В эфире Универ Нью. С вами я, ее ведущая, Аделина Гайнульна, в этом выпуске. Все в наших руках. Дезинформация американских СМИ будет разрушена. Счастливый семейный праздник для сотрудников КФУ и их детей привели в Национальном культурном центре Казань. К сессии готовы. Студенты юридического факультета КФУ по-особенному изучают историю отечественного государства и права. Не первый год Америка считает Россию главной страной-агрессором. Насколько сильна антироссийская пропаганда? И все ли американцы придерживаются этому мнению? И чья вина дезинформации? Выяснила Аделя Шамилова. Опрос, проведенный агентством Ритурс среди жителей США, показал, что 82% взрослого населения страны считают Россию агрессором. Буквально два года назад такого же мнения придерживалось 76% американцев. Самой главной причиной стремительного роста результата опросов является дезинформация американских СМИ, которые, не уставая, продолжают называть Россию угрозой. Так считают представители делегаций Центра гражданских инициатив США. Гости страны продолжают свое путешествие по России в целях сбора информации о жизни. Так, 17 марта американская делегация открыла для себя Казань. Как отметили сами делегаты, американские СМИ как минимум заблуждаются. И теперь избавление от дезинформации относительно России является их самой главной миссией. Средства массовой информации Америки полны мифов и легенд. Есть такие политические круги, которым выгодно создавать напряжение между странами. Я очень надеюсь на то, что данная ситуация исправима. Первое, что привлекло внимание зарубежных гостей, это одна из известнейших в России кузнец кадров Казанский федеральный университет. Делегаты не упустили возможности открыть для себя историю старейшего вуза России и особенности современного российского образования. Меня очень беспокоят российско-американские отношения. Я считаю, что нам необходимо плодотворное сотрудничество, чтобы избавиться от дезинформации в американских СМИ. Несмотря на то, что показатели американских опросов говорят о том, что в Америке процветает антироссийская пропаганда, Центр российских инициатив США рассуждает совершенно иначе и уже поставила перед собой весьма амбициозную задачу развеять мифы и самые громкие заблуждения. Аделья Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Несмотря на то, что слово «коучинг» многим кажется незнакомым, в знании его основ нуждается каждый. А почему – узнаешь прямо сейчас. Коучинг в бизнесе, государственном управлении и в жизни открыли для себя представители различных кадровых служб, государственных структур, предприятий и организаций в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ. На прошедшем тренинге участникам рассказали, как научиться и научить добиваться профессионального успеха. В отличие от любого другого мастер-класса, работа с коучингом сфокусирована на достижении четко определенных целей вместо общего развития. Главными спикерами данного мероприятия стали член Ассоциации ведущих преподавателей бизнеса образования МБА России Елена Селезнева и ассоциированный сертифицированный коуч Елена Челокиди. По словам приглашенных экспертов, потенциал человека не имеет границ и знания основ коучинга способны помочь раскрыть новые возможности. Трудно спорить с тем, что каждый из нас знает о себе и своих трудностях гораздо лучше, чем любой консультант. И сам способен наилучшим образом и наиболее эффективно помочь себе. Знания основ коучинга способны помочь человеку активизировать его возможности и развить осознание. Аделья Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. То, что нестандартный подход к обучению дает качественные результаты, говорили уже не раз. А перед сессией как раз стоит задуматься, как выучить большее количество материала. Чтобы студенты на отлично знали историю Отечественного государства и права, юридический факультет КФУ готов на крутой экспириенс. Историю Отечественного государства и права студенты юридического факультета Казанского университета знают отлично. А все потому, что изучают они ее не только по книгам и семинарам, но и вживую прикасаясь с историей. Ежегодно все первокурсники факультета выезжают на остров Градсвияжск и проводят там целый день в экскурсиях. Два года назад на юридическом факультете начала складываться, я надеюсь, добрая традиция, когда студенты первого курса знакомятся не только с историей Альма-Матер, но и с историей национальной государственности Республики Татарстан, а значит с историей своей страны. И связано это с тем, что первый курс полностью выезжает в Градсвияжск на экскурсию. В этом году изучить историю Свияжска из города выехали 370 студентов. Каждый из них прослушал историю о создании Града Свияжска, ее жителях и быте. Я думаю, что это очень положительное мероприятие, которое оказывает большое влияние на студентов, позволяет им расширить свой кругозор по истории Татарстана прежде всего. То есть такое значимое место, которое оказало большое влияние на историю нашего края. Это действительно очень интересная экскурсия, потому что изучаем историю государства своего в неформальной, так скажем, обстановке, то есть не традиционно на семинарских занятиях, а узнаем вживую, то есть мы видим это все, как это происходило. Это очень интересно и полезно даже ребятам, которые приехали и которые давно уже здесь живут. Казанский федеральный начал сотрудничество с музеем истории с самых первых дней его создания. Река Волга с притоками с улицы и Свияжой. Все это можно было бы считать утверждением таким голословным, если бы не археологические искания. Ученые КФО внесли большой вклад при создании экспозиции Свияжского музея и участвовали в археологических раскопках в нижней части острова. Мы как музей безусловно заинтересованы в том, чтобы среди наших посетителей были студенты Казанского федерального университета. Мы готовы разработать специализированные программы для любых абсолютно направлений учебы, потому что у нас уже есть наработки определенные. То есть если юристы приезжают, мы стараемся все-таки в разрезе истории отечественного государства и права строить рассказ. Сейчас на острове ученые КФО проводят археологические исследования и ведется анализ физико-химического состава материалов Успенского собора. Анастасия Иванова, Владислав Михневский, Универньюз. Свой шестой день рождения празднует Институт вычислительной математики и информационных технологий. Студенты ВМК решили показать свои знания не только в технологиях, но и в гуманитарных вопросах, сыграв в игру 100 к 1. В 2011 году на базе факультета ВМК создан Институт вычислительной математики и информационных технологий. В этом году он празднует свой шестой день рождения. По этому поводу в КФУ по инициативе студентов прошел цикл игры 100 к 1. Институт вычислительной математики и информационных технологий отмечает свой день рождения. В 2011 году он был создан приказом ректора. Первый этап игры состоялся 12 мая, а уже 17 мая в мраморном зале 2-го учебного корпуса прошел финал игры. Мы проводим саму игру не только как в развлекательных целях, но и немного в образовательных целях. По ходу игры мы будем указывать некоторые факты, рассказывать, например, что сейчас в КФУ идет год Лобачевского, об этом упоминать. Это наша финальная игра, у нас была отборочная игра. В ней мы в гуманитарных институтах спрашивали главную составляющую компьютера. В финале игры участия приняли 4 команды, одна из которых это профессорско-преподавательский состав ВМИТа. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз. Семья, как элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культурой и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. 15 мая отмечался Международный день семей, и в Казанском федеральном университете не могли упустить такое событие и устроили праздников для семей сотрудников. Семья – это самое святое и ценное для каждого человека, и очень важно отмечать подобные праздники. Ведь уже с юных лет нужно приучать своих детей, что семейную ценность нужно беречь, гордиться и уважать. 16 мая в Национальном культурном центре «Казань» прошел фестиваль семей сотрудников, преподавателей и обучающихся Казанского федерального университета. Первый проректор КФО Рияс Мазарипов поздравил всех с замечательным семейным праздником. Семья – это, наверное, одно из основных явлений, понятий, с которыми ты сталкиваешься с детством. И не случайно, когда социологи дают определение семье, они говорят, что семья – это основная ячейка общества. Это маленькое общество, потому что без него не может существовать общество. И каким будет семья, таким будет и общество. Если в семье будут здоровые и хорошие отношения между членами семьи, то и в обществе будут здоровые и хорошие отношения между людьми. С 1 февраля по 15 апреля были организованы и проведены разные конкурсы среди сотрудников КФУ и их детей. Например, в фотоконкурсе к семейному альбому «Прикоснись» было представлено свыше тысячи работ. И в ходе праздника состоялось торжественное награждение победителей и призеров конкурсов. Труды студентов, сотрудников и их детей были по достоинству оценены Оргкомитетом и руководством «Альма-Матер». Это были все новости, которые мы хотели вам рассказать. С вами была Аделина Гайнулина. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok